Время поменялось. Ни моя мама, ни ваша мама, ни ваша бабушка, ни моя бабушка, ни моя прабабушка не нуждались в этих продуктах. И слава Богу, они жили нормальное количество лет и умерли не от инфаркта, инсульта. Слава Богу, всё так было хорошо и прекрасно. Но время очень сильно поменялось. И если вы откроете статистику, внимательно посмотрите статистику по уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, вы будете понимать, что всё не так просто и время поменялось. Никогда раньше, фактически никогда, если это не было какого-то генетического заболевания, дети не болели диабетом, не имели лишнего веса, согласитесь. То есть сегодня уже пятилетний ребёнок, пятилетний ребёнок может быть с ожирением первой-второй степени. Понимаете? Вот вам и вопрос, надо ли это мне и действительно ли это современные продукты. Мы будем говорить сегодня о том, что мы с вами представляем сегодня на рынке, чем интересны наши продукты, исходя из того, что мы понимаем, что они сегодня необходимы. То есть вот этот вопрос, он самый момент, он самый-самый важный. Мы должны чётко с вами понимать, что сегодня время поменялось. И посмотрите на эту статистику, да, очень короткую, очень понятную. 40% ведущих к преждевременной смерти. Это диабеты, это инсульты, инфаркты и всё полностью, что только сопровождается этими нарушениями именно в обмене веществ, к которому приводит неправильное питание. Под неправильным питанием идёт полупустое питание. Продукты, которые сегодня мы с вами покупаем в супермаркетах. Ну скажите, пожалуйста, поставьте плюсик, кто любит бананы. Вот напишите, кто любит бананы. Я почему-то всегда про бананы, потому что я их обожаю, я очень их люблю, эти бананы. У меня мгновенный эндорфин вырабатывается, по-моему, круче даже, чем от шоколада. То есть это мой продукт, я его обожаю. Но кроме того, что там вырабатывается эндорфин, замечательно. Если говорить о правильности питания и о полезности продукта, прежде всего нашему организму он необходим ради магния, калия, который есть в его составе. То есть в принципе нормально выросший банан, если мы уедем в тёплые края и там его снимем с пальмы, он нормальный банан, в адекватных условиях выращенный, он в принципе очень богат калием. Это очень полезно для нашего организма. Так вот, все, кто поставили плюсики, кто его очень-очень любит. Скажите, пожалуйста, замечали ли вы, что когда вы приходите за вашими любимыми бананами, то жёлтенькие, красивые, они только в верхней коробке. Заглядывали ли вы когда-либо в нижнюю коробку, которая стоит, там четвёртая, пятая в пирамидке коробок в овощном отделе, в фруктовом отделе. Замечали? Если вы никогда на это не обращали внимания, загляните туда, загляните в коробку ниже, какие там бананы, какого они цвета, дорогие мои, насколько они созревшие, сколько в них калия. Ну, вы видели, что бананы вообще с зелёными приводят, их даже выставляют на прилавке, они потом дозревают. Я сколько интересного и нового узнала о хранении и, самое главное, о достижении фруктами, которые мы с вами покупаем в супермаркете, от моей приятельницы, которая стала заведующей отделом одного из супермаркетов города. Я очень много всего интересного узнала. Так вот, конкретно про бананы, как и фактически все остальные фрукты, которые мы с вами покупаем, уже более-менее созревшие. Они приезжают делёными. Так сколько там микроэлементов, которые нам необходимы? Но они же нашим клеткам необходимы, как 100 лет назад, как 200, как в тёплых краях, как в северных. Они всё равно, клетки, нужны для жизни, деятельности. Так вот, 40% преждевременных смертей – это всё, что связано с такими продуктами. Современное яблоко. Вот кому больше 40 лет? Кто помнит яблоко, когда огрызок от яблока неприлично было оставить на видном месте? Кто помнит те времена, когда он мгновенно становился коричневым, некрасивым, и его нужно было немедленно убрать с видного места, выбросить? Мы никогда огрызки не оставляли на столах. Мы никогда не нарезали на Новый год яблоки. Это было неприлично, потому что они были тёмными, и это выглядело очень и очень непрезентабельно. Сегодня у нас в любой фуршет будут нарезанные яблоки, и это будет украшением стола. А почему, дорогие мои, что поменялось? А поменялось, конечно, прежде всего поменялось то, что там уже нет в таком количестве железа в яблоке. Понимаете, железа нет в яблоке в том количестве, которое необходимо нашим клеткам. И что тогда делать, когда надо больше яблок есть? Получается, нужно съесть ядро яблок для того, чтобы клетки получили нужную норму железа. Вы готовы столько есть, ребята? Никто не готов столько есть. И вот так мы недоедаем. Любой микроэлемент, если взять, просто мы не доедаем. Кроме того, что напичкано, мы еще не доедаем то, что нам надо наесть с этими фруктами, овощами, ягодами. И мы с вами живем в таких условиях, мы на это не влияем. Мы живем в этих современных условиях. Что нам делать? Сложить лапки, смириться, я ни на что не влияю? Да, ребята, наука не стоит на месте. Уже проведено огромное количество на протяжении последних 40 лет, огромное количество научных исследований. И давно уже все связи, они уже построены. Как, что, на что влияет, без чего организму необходимо. Просто немножко мы отстаем, как страна, как нация, мы от этого немножечко отстаем. Но ничего, все будет хорошо. Раз эти продукты через прямые продажи продаются, мы обязательно будем с вами образовываться, с вами будем эту информацию разносить в нашем окружении. Витамины – это жизнь. Все повторяют, все это знают. Но когда ты приходишь к доктору и начинаешь говорить о витаминах, которые ты принимаешь, или консультироваться по поводу ВЛСП, они всегда реакция однозначная и адекватная. Хотите, поделюсь с вами для меня лично секретным вопросом, который я задаю доктору любому, либо человеку, который претендует меня проконсультировать, что любые витамины, либо протеиновые коктейли – это вредно. Хотите проверочный вопрос, как сразу, мгновенно вы для себя будете понимать? Стоит вам прислушиваться к этому мнению, либо вам можно иметь собственное? Хотите узнать мой секретный вопрос? Я обожаю такие секретные вопросы, но, в принципе, на любую сферу жизни они у меня существуют. Просто вопрос, человек ответил, я делаю свои собственные выводы, свои собственные взаимозаключения. Является для меня лично этот человек-экспертом. Так вот, ребята, то, о чем мы говорим и то, о чем говорили доктора на видео перед моей презентацией, речь идет о нутрициологии. Вы знаете, для очень многих, кто еще не знаком с Веллесом Арифлейм, для нас с вами это тоже было новое слово, и мы о нем не знали, и оно совершенно было новое. Это нутрициология, это наука, которая как раз изучает, что такие витамины, какие витамины действуют на клетке организма, хорошо, плохо, в какой дозировке и так далее, и так далее. Надо ли их применять? Так вот, у меня, когда человек хочет что-то мне аргументировать, у меня всегда один проверочный вопрос. Если человек закончил образование, да, медицинское метаобразование, я всегда спрашиваю, скажи, пожалуйста, сколько часов, учебных часов у тебя было в нутрициологии? Вот ты закончил, получил образование. Сколько часов по нутрициологии у тебя было? Я вам скажу больше. Даже до сих пор в высших образованиях нашей страны такого предмета не существует. Максимум, это может быть несколько факультативных часов, это то, что я слышала по отзывам. Если где-то уже изменилось и где-то добавили, изучают, я искренне рада за нашу страну, за этот ВУЗ и за будущих пациентов. Искренне рада. Но то, что мне отвечали люди с метаобразованием, у них такого предмета нет. Очень взрослые врачи, которым больше 50 лет, один врач сказал, у меня был факультатив, у меня был факультатив, который назывался, ой, боже, как это у нас в школе предмет назывался, типа охрана жизни, как он назывался, на В как-то, валиология, вспомнила. И человек сказал, у меня было пару часов валиологии, но это был факультатив, мы его не посещали. К чему я это говорю, ребята? К сожалению, на сегодняшний момент, глядя на ту тему, о которой идет речь, к сожалению, вы подтверждаете, да, что вы медик, у вас не было такого предмета. Если человек не изучал предмет нутрициология, как учебный предмет, он не имеет оснований и, с моей точки зрения, морального права просто не имеет этот человек говорить вам, что хорошо или плохо это. Понимаете, это все равно, что если человек не изучал, даже в белом халате, не изучал этот предмет, и вы задаете вопрос по витаминам, по велнесу, если этот человек это не изучал в институте, либо дополнительное какое-то образование получал, если у него этих знаний нет, это знаете, с чем я сравниваю всегда? Это если бы вы пришли, пардон, к гинекологу и консультировались на верхнюю дырку в седьмом левом коренном зубе, какую лучше коронку поставить, из какого материала? Понимаете, это приблизительно где-то одно и то же самое, и тот, и тот человек в белом халате, но вы будете с гинекологом советоваться о коронке, о которой надо советоваться со стоматологом. И наоборот, вы можете с ними советоваться? Да по определению вы можете советоваться с кем угодно, и с человеком любой профессии, даже со мной, педагогом. Понимаете, просто на уровне посоветовать свое личное мнение, но это личное мнение конкретного человека, и вы должны себе в этом отдавать отчет, это личное мнение человека. Если человек изучал предметно нутрициологию, я была на одном из обследований профилактическом, я была в центре, это репродуктологический такой-то центр, очень местный, очень дорогой в Украине. Я не по этой теме была, я была просто у специалиста, и когда я зашла в эту клинику, и я поняла, почему услуги очень дорого стоят, почему у них есть результаты, почему услуги дорого стоят, я безмерно погордилась за эту клинику. Вот просто горда была, ну, безмерно за эту клинику. Знаете, я когда зашла в коридор, шла в кабинет диагноста, у меня по левую руку кабинет номер один. Знаете, какой доктор там был? Какая там табличка висела? Знаете, какой доктор там был на этой табличке? Ну, кабинет номер один, нутрициолог. Ну, трициолог, ребята. И я поняла, почему в том числе эти услуги стоят дорого. Потому что в Украине такой нет специальности. Это человек, который получал образование за границей. Значит, этот человек рассчитывает на европейскую зарплату, понимаете? Он работает не в Европе, он работает в Украине. Поэтому это стоит дешево не может. Это как раз такие, знаете, тоже прививки, аргументы людям на вопрос, почему это стоит дорого. Ну, не может это стоить дешево, потому что вложено в это вот слишком дорогие, скажем так, знания, ловия или образования. Вот. И поэтому, если мы говорим о витаминах, да, и конкретно о преимуществе компании Арифлейма, мы будем об этом говорить. То, чтобы начать разговор, наконец-то, я хочу сказать, что эта тема ультрасовременная, она новая, для многих еще она, ну, не то что закрыта, никто не подсказал людям, что на это надо обращать внимание. Я слайды, с вашего позволения, перечитывать не буду. Я думаю, что вы уже замечательно успели пробежать глазами. И вы видите, да, что если не выбрать витаминно-минеральный комплекс под вас, тот комплекс правильный, который будет вам давать результат. То у вас всегда будет в организме недостаток питательных веществ. Просто всегда. И я очень часто на презентациях пользуюсь вот такими табличками. Их у меня много вариантов. Я вот взяла вот эту, например. И что я еще делаю специально? Я оставлю вот где-то по 2005 год. Мне просто очень нравится эта статистика. Знаете, когда люди говорят, раньше, как было раньше. Вот давайте посмотрим, как было раньше всего лишь в 1985 год и в 2005. То есть прошло, реально прошло у нас сколько? 20 лет. Ну сейчас немножко меньше. От 2005 у нас прошло только 12 лет. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что-то улучшилось в этом направлении? Если в 2005 году, если вы посмотрите на последнюю колонку, на сколько процентов питательных элементов уже было меньше в современных продуктах питания? Ребята, в 2005 году, как вы считаете, на сегодняшний день условия нашей экономики позволяют фермерам мега заботиться, чтобы ваши продукты отвечали всем питательным, ну вот питательной ценности, да, необходимой питательной ценности. Знаете, к сожалению, очень часто у нас получается вот такой термин, ну во многих сферах, наверное, жизни нашей современной, ничего личного, это просто бизнес. Это наша аптека, когда захожу в аптеку, то я просто тихо млилю от этого. Но вот вам продукты. И если это понимать и видеть, и понимать для себя, что это аргумент, то тогда понятно, что сегодня без витаминно-минерального комплекса невозможно. Вопрос только в том, его правильно подобрать. Вы видите, и если, ну вот настолько кардинально уже там 2000-е годы, и настолько уменьшение идет питательной ценности в продуктах, это не только проблема Украины, ребята, или проблема СНГ, это проблема вообще мирового глобального масштаба. Почвы меняются, очень быстро, да, развивается производство, развивает огромный спрос на продукты питания. Их надо успевать выращивать по 3-4 урожая в году. Увеличиваются перевозки. То есть мы когда-то не получали никогда продуктов из тех стран, которые сегодня получаем. Это все транспортировка, это хранение, это обязательно, чтобы это было конкурентоспособно, чтобы это было красиво. Любого производителя, понимаете, ну, служит им, да. То есть что угодно можно, любую конфетку сделать из ничего. И поэтому, ребята, если в 2005 году полупустые продукты, а с 2005 года, извините, дети выросли, и сегодня эти девушки, парни стали взрослыми, создают семьи, хотят родить детей. Скажите, пожалуйста, если организм голодает на питательную ценность, то есть какие шансы родить здорового ребенка? Они вообще существуют? Да, наверное, существуют, очень-очень небольшие. Понимаете? Экология, продукты питания, это настолько все поменялось, подход к питанию настолько все поменялось, что сегодня, если не разбираться вам, как президенту вашей семьи, не разбираться в этих вопросах, вы не имеете такого морального права. Особенно, если вы зарегистрировались в Арифлейм и получили доступ вообще к информации. От невежества вообще все проблемы у людей, в государствах и в мире. Именно от невежества. А невежество это не знание, это не оскорбление. Это просто отсутствие какого-то знания, ребята. Поэтому с этим вопросом разбираемся. И я повторю, что в мире уже очень давно на это обратили внимание, начали изучать эту вообще проблему институт питания, научные. Огромное количество исследований. Это все сегодня в открытом доступе в интернете. Не надо слушать ни на слово, верить. Вы можете все это проверять в интернете и смотреть. И мир уже давно вообще с баночками на добавках живет нормально, совершенно живет. Но, к сожалению, я не нашла статистику, какой процент населения принимает витаминно-минеральные комплексы, добавки в Украине. Почему? Потому что, ну, наверное, у нас не работает научно-исследовательский институт настолько, чтобы собирать эту статистику и отслеживать. Сегодня это, к сожалению, еще не является приоритетом в государстве сохранения здоровья нации. Ну, я делаю только такой вывод. Но я думаю, что мы далеко от России не убежали однозначно. Это не больше 10%. И то большой вопрос, какое количество процентов это делает на постоянной основе. Не время от времени сезонно, а на постоянной основе. Определенные мифы. Я приготовила вам три. Я вам их обязательно расскажу и расскажу аргументы, которые их, как бы, да, развеют для вас. Именно, ну, про витаминки, что с ними связано. На этом слайде, может быть, не очень хорошо видно, потом, если нужно будет, я вам переброшу его в реальном времени. Насколько заболевания человека, да, вот то, что мы говорим, да, недостаток, ежедневный недостаток микроэлементов, полезных веществ в питании человека, через какое-то определенное время ресурс заканчивается у человека и у него выстреливают какие-то заболевания. Когда это уже накопилось критично, человек просто погибает. Так вот, что влияет на эти заболевания? Вот именно с точки зрения нарушения питания. И вы видите, что это совершенно абсолютный букет, да, на этом манекене, на этом слайде, букет просто заболеваний. И при этом идут стрелочки, да, с чем это вызвано в питании. То есть огромное количество проблем, нарушений питания, поступления питательных веществ в организм и к чему это приводит. Очень информативный слайд, тут то, что называется «Добавить больше ничего». Это есть, это факт, это наука, это нутрициология, которая это изучает, научно доказывает, проводит исследования и выносит это потом на суд общественности. Вопрос только в том, общество готово это принимать или не готово. Или общество готово сегодня рассматривать фармакологическую оперсель как часть экономики, которая дает огромную баснословную прибыль, ну, не знаю, государству или еще кому-то, и просто за это держится. Но я вас уверяю, мы будем двигать, на самом деле, этот рынок и кусок все-таки у них забирать пирога, потому что, ну, все-таки, как бы там ни было, они лечат. А мы делаем профилактику этими продуктами и оставляем шансы человеку быть здоровыми. Еще такой вопрос, ребят, я никогда не говорю и никогда не скажу о том, что это продукты, которые продлят вам гарантированно на 200% жизни. Ну, никто не отменял еще, знаете, такие вещи, как заболевшее ментальное тело, да, не все болезни, на самом деле, от питания, есть болезни другого характера, есть у каждого человека своя карма, то, что он в этой жизни приходит отработать, это совершенно другие темы уже для разговора, но гарантировать, что если ты будешь это пить, не заболеешь, я не могу, не имею права, никогда этого не сделаю. Никто не знает, сколько написано в книге судеб в этой жизни, в этом воплощении прожить. Но я хочу сказать о том, что если не обратить на это внимание, то шансов продлить свою жизнь, жить долго, счастливо, если у вас этого в питании нет, остается очень-очень мало. Понимаете? То есть это как раз тот момент, когда ты пришел для того, чтобы жить долго, когда ты можешь себе обеспечить это долго в жизни. Потому что в современной экологии с современными продуктами современному человеку это сделать практически нереально. Почему? Мы уже немножко с вами об этом поговорили. И вот этот вот слайд, он абсолютно показателен, что огромный букет проблем у человека связан с нарушением поступления пищевых компонентов. Вот это все очень-очень важно. Вот это очень важный момент. Его просто нужно, то, что называется, просто нужно понимать, что сегодня такое время, когда это становится, ну, просто, ну, вот, насущной такой темой, и ее нужно внимательно изучать и делать свой вывод. Очень хорошо, что у нас есть огромный выбор на сегодняшний момент, огромный выбор уже предложений касаемо витаминно-минеральных добавок. Наверняка вы уже тоже слышите по телевидению, очень часто проскакивают, да, какие-то реклама каких-то роликов, рекламу делают, и уже аргументы в пользу наших продуктов все-таки дают. Не всегда еще это возможно составить то, что называется, ну, как это правильно сказать, составить картинку в целом, если ты не в теме, да, то есть тебе точечно сказали какую-то полезность, ну, а если ты все-таки уже, ну, понимаешь, о чем там в рекламе говорят, то ты понимаешь, время меняется, уже даже там начинают говорить правильные вещи о том, что организму действительно для профилактики этих заболеваний необходимо прежде всего витаминные комплексы или та же омега-3. Ну, наверняка вы это тоже слышали, как и я. В чем преимущество конкретно нашего витаминно-минерального комплекса, немножко об этом подробнее хочу сказать. Преимущество в том, одно из глобальных, что это не унисекс, как называется, да, и для мальчиков, и для девочек все в одной коробочке. Это имеет две формы выпуска, этот продукт, отдельно для женщин, отдельно для мужчин. Это не значит, что вы не можете поменять баночки. Я вам скажу, что я тоже время от времени пропеваю мужской wellness pack, ничего здесь нет. У мужчин ничего не начнет расти лишнего, и у нас ничего не начнет расти лишнего, если мы поменяемся и немножко попьем разные микроэлементы. Почему это я называю преимуществом, что у нас отдельно мужское, отдельно женское? Это уровень, в принципе, это уровень продукта. Вот если говорить об аргументах, как правильно выбрать, это уровень именно продукта, когда отдельно для женщин, отдельно для мужчин, потому что в женском добавлено что-то, то, в чем нуждается больше женский организм, а в мужском, соответственно, добавлено то, что больше нуждается мужской организм. Хотя и там, и там это есть. Ну, допустим, вы наверняка знаете, да, что в мужском wellness pack добавлено больше какого компонента? Селена, да, вот тут даже слайд отдельно. Почему селен очень полезен для мужчин? Но на самом деле селен, он вообще полезен для укрепления иммунитета, поэтому он есть на самом деле и в женском wellness pack, да, этот микроэлемент. Просто в мужском его добавлено больше, именно потому что, ну, с той целью, о чем говорится на этом слайде. И самое главное, почему вашему мужчине очень нужен наш wellness pack с повышенной дозой селена? Конечно, ну, это самое основное. И это как раз о том, что когда мы недоедаем качественных продуктов, почему то, что я говорила, что очень многие дети вырастают, недоедая годами, хотят создать селены, могут родить ребенка. Вот, а как в этот селены ходит состав спермы? Понимаете? То есть вот казалось бы, да, вот как врач может вас консультировать, если он не разбирается в этом, и у него не было такого предмета, как в этой циологии. А у мужчины, любого мужчины потребность в селении всегда больше, чем у женщины, потому что, ну, причину я вам назвала, понимаете? То есть это очень важные моменты. И опять-таки это то, что обязательно доктор должен подсказывать. Теперь магний, да, то есть магний – второй компонент, которого больше в мужском wellness-пете. Но он есть и в женском, тоже есть в женском. Почему? Потому что магний, прежде всего, он отвечает за сокращение мышц. Если его недостаточно, ваше считание, то тогда начинается судоргата. Это лего-неприятный на самом деле симптом. И магний нужен и женскому организму, и мужскому, естественно. Почему в магни, в мужском, например, продукции больше? Ну, как правило, мужчины крупнее женщин. Мышечная масса у них, ну, фактически всегда больше. И потребность, соответственно, тоже больше. Понимаете сейчас эту взаимосвязь? Вот такие какие-то мелочи, они будут решать вот при выборе. Когда вы будете консультировать человека, при выборе это будет, ну, ваши аргументы, умение аргументировать человеку, почему свой wellness-пек круче, чем там какие-то витамины, пусковин, допустим, в аптеке. Вот это очень важно. Для этого не нужно заканчивать институтский университет. Для того, чтобы это понимать и этим апеллировать. По вопросу, что можно ли поменять, да, конечно, можно заменить один на второй. Понимая, чем они отличаются, вы всегда можете это заменить. Ну, допустим, селена любому человеку, в принципе, женщине осенью, зимой, осенью нужно больше. Вот я, например, сейчас у меня именно баночка мужского витамино-минерального комплекса. Я пропиваю его. Почему? Потому что это будет именно селена, ну, как бы он очень классно работает на укрепление иммунитета. То есть, поэтому я себе спокойно, себе, маме купила по баночке витамино-минерального мужского, выдала. Правда, маме пересыпала перед этим женскую коробочку, чтобы ее не встречала. Но при этом я понимаю, что я делаю. Вот таким образом мы с вами можем, ну, регулировать, да, то есть, когда мы понимаем, что мы делаем. Если человек старше возрастной группы, если он принимает, допустим, препараты для поднижения давления, то вот такие люди очень часто жалуются на судороги. Если это женщина, да, это будут судороги. Есть смысл ей рекомендовать мужской витамино-минеральный комплекс, учитывая, что в нем повышенная будет доза селена. Конечно, есть, и обязательно так можно и нужно делать. То есть, вот это очень важно. Мы не углубляемся очень-очень сильно в сосны. Единственное, только что, ну, как бы я одно слово буквально скажу о детском велнесе тоже. Вот когда такие моменты, вы знаете, вот уникальные, да, вот отличительные, вы можете человеку это говорить, вы для него будете всегда экспертом. И он обязательно, купив у вас, получив свой результат, он будет к вам возвращаться за велнесом. Так вот, конкретно по детским витаминам, да, очень много, зайди, Господи, в аптеку или в другую сетевую компанию, есть что выбрать сегодня. Но тоже аргумент, ключевой аргумент, два их, почему наши детские витамины уникальны? Потому что здесь есть витамин К, и здесь есть маликден. Ну нет, это вопрос в других комплексах. Если вы четко скажете человеку, почему это аргумент, почему это необходимо своему ребенку, поверьте, он будет у вас покупать, он будет оформлять подписку, он будет понимать, что он нашел человека, который может ему на уровне А плюс Б вообще объяснить, что происходит, если ты принимаешь эти витамины. Здесь несколько есть еще слайдов, просто чтобы для тех, кому тема это еще, ну как бы нова, и о витаминах мы помним с, ну может быть, плохо изучаемой темой в биологии, да, в школьной, в рамках школьной программы, то здесь вот как раз вот и расписано на слайде взаимосвязь, как качество здоровья нашего организма завязано на качестве питания, в частности на поступление витаминов. И вы видите, да, что здесь все, органы, клетки, ткани, в целом, да, наш организм, на уровне молекул, то есть это вот все работает. И если витамина нет, если его не хватает, как это может быть работать? Ну это как клетка-инвалид, понимаете, то есть клетки недоедают, они просто клетки-инвалиды. И вот такие инвалиды, которые каждый день возрождаются в организме, ничего не хочу сейчас ни в коем случае обидеть или сказать людей с ограниченными возможностями, нет, ни в коем случае. Я сейчас говорю о том, что недоедая клетка быть здоровой по определению не может. И когда она рождает новую клеточку, она же из чего вообще-то рождается? Из того, чем мы накормили организм. Что есть, того и родилась, называется, понимаете? И если это недостаточное питание, какого уровня вообще здоровья клетки может родиться новая клетка? Они делятся, рождаются каждый божий день, понимаете, во всех абсолютно органах. Если не дать качественное питание на уровне клетки, ну не может быть у нас крепкий иммунитет, не может у нас качественно работать ни один орган. Вот и все. И это просто нужно понять. На самом деле здесь не надо какого-то спецобразования, чтобы вот на таком простом, понятном уровне это понимать. Вот прелесть этих бадов, понимаете, это просто необходимо. И те витамины, об этом шла речь в диске, которую я вам ставила, они ничего не имеют общего с витаминами, поливитаминами, синтетического характера, которые нам когда-то, когда мы были маленькими, рекомендовали пить курсами только весной и осенью. Ничего общего не имеют. Это новая вообще разработка витамин, натуральные витамины, компонент еды. У нас на Веллдисплейке написано «компонент еды». То есть это вытяжка, натуральная вытяжка из продуктов, которых мы тупо, извините, не доедаем годами. Вот просто полуголодные ходим. Хотя у нас у всех холодильники, столы ломятся, но клетки просто полуголодные. Им не надо кусок мяса, им не нужно яблоко или банан в чистом виде, как мы это кушаем. Но надо просто цепочка аминокислот, полезных питательных веществ, которые организм выделяет из продуктов питания, и корзит себя для того, чтобы иметь возможность жизнедеятельность вашему организму обеспечить. Вот когда к этому приходишь, тогда становится проще. Потому что когда ты потом берешь этикетку и читаешь, что на этой этикетке продукта, то ты хорошо понимаешь, надо тебе это покупать или нет. Даже если это ты всю жизнь покупал, и всю жизнь тебе это было вкусненько, и ты просто без этого жить не мог. Когда ты понимаешь на уровне клетки, что происходит, то ты тогда даешь себе отчет, хочу ли я это купить или нет. И поверьте, на моем личном опыте у меня два ребенка, большой и маленький. Можно любого человека образовать на эту тему, надо это или не надо, понимаете? Как вы думаете, кому стикстен, отвечая на вопрос лидеров в Эгелесе, стикстен кому рекомендовать в первую очередь? Как вы думаете, кому он сказал рекомендовать в первую очередь нашу продукцию? Вот мне интересны ваши варианты. Себе. Ирочка, вы абсолютно правы, наверняка вы либо были в тот момент в Эгелесе, либо просто слышали информацию. Мамам маленьких мальчиков. Мальчиков. Вот я мама в том числе и маленького мальчика. Понимаете? Мой маленький мальчик абсолютно спокойно, абсолютно спокойно сегодня имеет уже сформированный навык утром после либо коктейля, либо завтрака утром достать свой wellness pack, открыть его и скушать. Потому что рядом стоит папа, которому я месяца два или три читала научные лекции и показывала аргументы, почему это нужно кушать. И он точно так же кушает wellness pack. Причем еще с таким этим самым, что, Нина, вообще сезон начался, увеличь мне до злой меди. Люди продвинутые. Они слышат, прошу Нина рассказывать. Поэтому они все знают, они все видят, они наблюдают за вами. Если семья немножко не готова, ребята, поверьте мне, все будет. Начните с себя и начните образовываться просто в этом вопросе. И стоят два моих мальчика и кушают wellness pack. А я просто кфую от того, что это есть сегодня в моей семье. Во-первых, взрослая семья, она абсолютно современна и адекватна тенденциям в сегодняшних условиях жизни. Это раз. А во-вторых, мой ребенок, который только сейчас формируется, его организм, его взгляды, что правильно, что неправильно, что современно, что несовременно. Он сегодня только это все закладывается. В семье закладывается, не где-то. Я четко понимаю, что он, в отличие от своих сверстников, он кушает мусора вот этого всего фастфуда. Если и кушает, то гораздо меньше. Потому что, когда мы приходим с ним в любой магазин, он говорит, мамочка, а вот это купим? Я говорю, конечно, конечно купим. Только давай сейчас прочитаем, что здесь написано. И начинаю читать и объяснять, что здесь написано. Поверьте мне, ребенок на третьем ингредиенте говорит, да, мам, ладно, да ладно, да не надо, мам. Да ладно, мам, мне надо тогда это брать. Я лучше сам тогда сделаю наш пирог на режиме муки, и мы будем знать, что там вот этого всего мусора нет. Понимаете, все можно воспитать. Ко всему можно привести любого человека. Но маленького проще, потому что для него это будет нормой жизни. И когда этот маленький вырастет и станет главой молодой семьи, поверьте мне, если даже девушка не будет еще в теме, а очень быстро она в ней станет. Понимаете, вот так это работает. Если вы мама мальчика, вы просто обязаны разбраться в вопросе и кормить своего маленького мальчика этими продуктами. Ну и всех остальных, естественно, мальчиков тоже. Ну это я просто так, о маленьком, да. В частности. Ну о витамине Н. То есть вот много такой информации действительно, это уже есть. Я так рада, что сегодня столько вообще информации. Это уже открыто, уже какие-то исследования показываются. Шесть лет назад, когда мы начинали работать, мало было информации, мало было слайдов и всего остального. Сегодня время поменялось. И повторюсь, что сейчас с этим действительно очень здорово, что мы сработаем в этой теме. Потому что это уникальная возможность образовывать прежде всего людей, которые нам дороги. Знаете, я всегда шучу и говорю. Подумай о людях, с кем ты хочешь встретить старость. Вот ты сейчас начал кушать омегу, хотя бы омегу. Вот ты начал кушать омегу. Вот с кем ты хочешь встретить старость. Вот подумай об этих людях. Первое. Найди аргументы, чтобы он тебе покупал сам. Не может, значит, найди повод и просто дари. Не покупай какую-то ерунду. Вот как вы думаете, я сейчас готовлю новогодние подарки для семьи, для родственников, для друзей. Как вы думаете, что в этих подарках, ребята? Вот как вы считаете, какие подарки? С моей стороны, это очень классно, потому что, в принципе, ну, как бы, ну, узкопрофильное направление, да. То есть узкопрофильное направление, что подарить. Вообще не вопрос, что подарить. Проблема с выбором подарка полностью уходит. Ну, чем-то только дополняется в зависимости от возраста, да. Иду к племяннику, то, естественно, кроме детских витамин там или омеги, у него обязательно есть какой-то подарок, который соответствует возрасту. Но, в принципе, ну, проблемы нет. Ты всегда знаешь, что нужно, что нужно и что ты можешь подарить. И это будет всегда, ну, как бы, уникально, потому что не каждый может это сделать. Поэтому подводим, короткий подводим на этом этапе, короткий такой итог, что тема очень важная, нужная, современная. И есть смысл в ней сегодня разбираться. Я подготовила вам такой вот слайд. Сейчас, знаете, ну, я всегда спрашиваю очень часто при выборе какого-то продукта или там, ну, ничего угодно, там, бытовая сеть, хочу сказать, на что ты обращаешь внимание. Как правило, если меня так спросить, я, ну, я, как правило, всегда говорю производителям. Если спросить обычного человека, вот из обычной жизни остановить спросить, как правило, согласитесь, люди говорят цена. Ну, вот я вам хочу сказать, что я здесь вообще слово цена не поставила. Но если бы поставила, я бы поставила последним пунктом. Слово цена я бы поставила последним пунктом. Потому что слово цена и стоимость достаточно относительный вопрос. Не знаю, согласитесь вы или нет, но достаточно относительный вопрос. Знаете, как, смотря с чем сравнивать называется, да, цена. И плюс еще вопрос в том, что либо человек просто говорит дорого, нет. И для него цена – это основной аргумент, основная причина не рассматривать вопрос. А другое, когда человек включает мозг и говорит, как, где мне, как мне купить дешевле, что мне сделать, чтобы мне заработать деньги на этот продукт. Наше предложение уникально чем? Если человеку дорого, конкретно наш wellness, мы с вами имеем уникальный инструмент, каталог Арифлейм, когда человек может на него заработать. Поэтому лично для меня вопрос «мне дорого» не существует, ответ, вернее, от человека. Потому что я готова, как лидер компании, как человек с огромным опытом в работе с нашей продукцией, научить его, не выходя из дому, собрать заказ среди знакомых на ценное количество баллов, бонусов и разницу в цене, чтобы на wellness хватило. Поэтому мои новички, например, в первом даже шаге, уже покупают сразу как минимум омегу-3. Понимаете? Они уже это делают. Потому что они знают, что либо они инвестируют, либо я им просто показываю механизм, каким образом можно заработать на эту омегу-3. И помогаю им это сделать. Вот и все. Поэтому цены здесь нет. Я объяснила, почему ее нет. И давайте теперь смотреть, какие аргументы лично для меня, вот то, что я выставляю как аргументы, когда работаю с продуктом. Ну, о мужском и женском организме мы поговорили. И поэтому, если здесь у нас витамины делятся для мужского и для женского организма, это преимущество. Я его поставила пункт номер один. Второе. Это количественный и качественный состав. Это тоже очень важно. Ребята, комплексов вообще море, миллионы. И правильно выбирать это очень-очень важно. Смотреть, что в нем в составе. Если у нас 22 компонента полезных витамин и минералы, если у нас их 22, для меня это абсолютно конкурентно способное число. Потому что я смотрела другие аннотации, есть вообще 7, есть 9, есть 12, есть 18, но у нас 22. Это тоже нужно прекрасно давать себе отчет. Ты покупаешь витамины ребенку, их 15, как у нас, или же их только 5. То есть это все четко нужно для себя понимать, аргументировать, ну и как бы понимать, про что ты говоришь. Итак, кроме того, что это количественный и качественный состав, что еще? Это процент от суточной нормы. Вот те, у кого есть витамин, у кого есть wellness pack, я очень вам рекомендую такую интересную. Если вы этого не делали, обязательно сделайте. Откройте вашу аннотацию, посмотрите, там есть табличка, в которой прописано, какой процент от суточной нормы. И вы увидите, что там от суточной нормы на некоторых есть даже 100%. Есть 73, есть 75. И получается, что если ты эту витаминку принимаешь, то ты вот именно такой процент потребности в суточной дозе. Ты и решаешь для своего организма. Вопрос такой, да, сразу может возникать. Ага, там написано 100%. А что ж я скушаю эту 100% норму, и я ж равно еще что-то буду кушать, у меня будет передоз, да, у меня будет переизбыток. Эти же компоненты, они существуют в обычной еде. Мы говорили о том, да, что наши витамины и современные натуральные витамины – это компоненты еды, это не синтетические витамины. Так вот, 100%, когда пишется у нас в аннотации, ребята, это минимальная потребность. Это минимальная потребность, которую человек должен получать с едой, обычной едой, но почему-то не получают, да. Почему мы с вами уже об этом обсудили немножко раньше. И поэтому, естественно, эти дозировки, они как дополнение получаются. И обязательно, ну, их можно и нужно принимать, добавить, просто добавить. Вот это очень-очень важно. Поэтому процент отсуточной нормы тоже важен. Оболочка. Знаете, я вам честно скажу, что я раньше никогда не обращала внимания, вот какая оболочка. Вот педиатр, у меня просто старший ребенок, да, когда был маленький, педиатр говорил, вот купите там пиковин детский там. Вот я приходила, четко покупала то, что доктор написал, никогда не смотрела тебя на тапы, ничего не читала. Но даже мне в голову почему-то на том этапе не приходило. Нина, ну каким образом они зеленые, синие и красные? Ну за счет чего? Ну включи мозг. Нина, ну почему этот сироп сладкий? За счет чего? Нина, ну включи мозг, ну как может быть жевательная конфетка, ну только полезная без вредного? Ну подумай об этом. Ну, ребята, ну до нашего велоса я об этом никогда не думала. И когда пришли наши витамины без синтетического упаковки, оболочки, да, что взрослые, что детские, об этом оказывается, ну, надо думать, это нужно понимать. И опять-таки, когда у нас была тема на велос-клубе детские витамины, и участники опять-таки получили задание выйти в аптеку и изучить аннотации витаминов, которые предлагаются, было такое, ребят, до 19 компонентов. В одной упаковочке до 19 компонентов. Из них там 5, по-моему, 7 витамин и минералов, все остальное вспомогательные вещества. Ребята, открываем глаза, вообще читаем, что люди пишут. Я повторюсь, сегодня у производителей очень многих направлений ничего личного к вам конкретно. Свете Ивановой, Миша Петрову, нет, ну там, они не против вас, они не хотят лично вам навредить. У них просто бизнес, они зарабатывают деньги. Ребята, люди все честно пишут, что туда напихали. Понимаете, абсолютно честно, химические элементы, синтетические элементы, чтобы ваша витаминка ребенку была вкусная, сладкая, красная, клубничная, чтобы она была жевательной, эти водможуйки. Они все честно пишут, все туда напихали. И получается, что ты своими руками на заработанные кровные деньги идешь в аптеку по рекомендации доктора, который тоже не читает так инструкции. Вы идете, отдаете заработанные деньги, вы покупаете, даете ребенку с удовольствием кушать. При этом еще вы 8-12 синтетических химических элементов ему в организме. То есть мы своей рукой, собственной маминой, бабушке Най, мы ребенку еще в организме с этими 5-7 витаминами, минералами, мы еще ему химиконокидином. Поставьте, пожалуйста, синерку. Вот для кого вот этот акцент, который сейчас вы услышали, он новый, или вы об этом не задумывались, или, ну вот, блин, а что я тоже так не подумала? Вот у кого есть сейчас такое ощущение? А что я никогда об этом раньше не подумала? А что я не читаю вообще аннотацию, когда что-то покупаю? Ребята, начните просто х**ть. Ну ничего же не скрывать, все тут. У меня был такой смешной, пока вы пишете семерочки, был такой смешной случай, звонит моя мамочка любимая и говорит, Нина, я сейчас в Сильпо, тут акция, тут СК, ну колбаса сухая, тут СК по 65 грн килограмм, то есть, ну, это палочка, вообще смешные деньги. Я говорю, мамулечка, ну, может быть, мы не будем это покупать? Ну, ты же понимаешь, что за 65 грн СК перед праздниками, ну, что туда могут напихать? Мамочка моя говорит, ну, ты как хочешь, я возьму, ну, хорошо, возьми, придешь ко мне, я прочитаю, что там написано. Приходит моя мамочка, а у меня ребенок, ну, совсем оградить, ты же не можешь, правильно? Ну, не себя, а семью, то есть, ну, все равно где-то ты что-то можешь там скушать, да, там, чтобы кого-то не берить. Главное, чтобы это не было на постоянной основе, чтобы у тебя еще было что-то полезное для равновесия. И, получается, мама приходит, приносит же эту палочку СК, достает, а мой ребенок говорит, бабушка, пожалуйста, отрежь мне быстренько один бутербродик, пока мама не начала читать, что туда входит. Потому что после этого уже ни я, ни ты не будем кушать эту вкусную колбаску. То есть, понимаете, все пишут, ничего не скрывают, вообще ничего. Ну, просто, ну, а мы настолько, ну, вот, понимаете, вот у меня такое иногда ощущение, но я не люблю, когда я, ну, как бы, меня как, извините, лоха разводят, это неправильно. Если я уже на что-то ведусь, это должно быть по моему, ну, как бы, валютному согласию. То есть я либо должна расслабиться и получить удовольствие, да, или дать заработать кому-то, но это должно быть мое решение. Ну, как же так у меня совсем уже? Ну, то есть, а нас вот так вот, понимаете, во всех этих отраслях жизни. Ну, нельзя, ну, это невежество. Ну, в конкретном понимании, что за этим стоит, незнание, невнимание. То есть обязательно читаем, умничка, Юля, дату обязательно читаем и читаем состав. И после этого, ну, как бы, эти все вспомогательные вещества, ты просто начинаешь от этого отходить. У меня бывает тоже, когда-то иногда такое, заходишь, ну, может быть, взять, а ну-ка я возьму, почитаю. Вроде я там не знаю, что будет написано. Беру, читаю, ставлю обратно, говорю, ну, ладно, мне не так уже это и хотелось. Все, тем более у нас же есть с вами альтернатива, да, что предложить. И последний мой пункт, это производитель, это стандарт качества и это сертификация. Ну, об этом тоже подробненько говорить не буду, могу только сказать одно, что, естественно, наш уровень, ну, европейский производитель и качество GMP производства, где производятся наши БАДы. Ребята, у нас по законодательству вообще нет такого, что это должно быть обязательно. Понимаете, у нас такого, ну, нету. Это не обязательно такая, чтобы была сертификация производства. У нас вообще меньше 5% лекарств, в том числе для сердечников, продается с такой сертификацией, на таком уровне производства. У меня очень интересно было, когда это знакомство, девушка пришла на Wellness, я говорю, что у вас здесь интересно? Она говорит, я, ну, как бы, имею медицинское образование, занимаюсь распространением медпродукции, как бы, на рынке. И я ее спрашиваю, скажите, пожалуйста, а что для вас аргумент? Она говорит, меня просто потрясло то, что у вас GMP, что ваши продукты на стандарте GMP. То есть у нас лекарств такой стандартизации даже не существует. То есть человек понимает, о чем идет речь. Понимаете? Все, то есть она увидела GMP, БАДы на GMP, для нее это было аргументом. Когда-то я разговаривала с доктором и говорила, скажите, ну, а можно хоть надеяться на то, что я куплю правильное лекарство? Она на меня посмотрела и говорит, у меня мама, говорит, сердечница, я вам подписываю лекарство, никогда не знаю, купит лекарство или фальсификатор. Мы живем с вами в таких условиях. И поэтому, когда нам приходит европейский производитель из Швеции, подчеркну, да, это нация, которая, ну, мне кажется, одна из самых лояльных по отношению к миру, к ценности человека, к ценности здоровья и все, что за этим связано. Что бы мы с вами не взяли шведское, оно обязательно будет качественное и одним из лучшим в своей именинке, понимаете? С грантиями. Поэтому здесь момент, какой вообще производитель пришел с этим продуктом на наш рынок. И все-таки, если мы уже здесь, у нас есть этот продукт, есть смысл делать выбор в пользу на этого продукта, понимаете? Понимать, какие идут сертификации. По поводу сертификации. Я, например, сейчас очень много работаю с Омегой, потому что те люди, которые еще зарабатывают, да, на то, чтобы купить больше, купить там Wellness Pack или купить Live Plus, это как бы самое крутое, что может быть. Мы всегда говорим об Омеге. И человек хотя бы Омегу должен купить и пропивать. И я, например, на следующий момент, ну, то, что мы с Хвалой, но не Харчеваня, вы знаете. А вот то, что мы прошли апробации, вот почему я вынесла это на слайд, и почему я, как бы, это всегда, ну, делаю такое ударение. Когда наш менеджер общался с институтом, да, педитрия, повшествия гинекологии, когда наш менеджер говорил об инпродукции, что хотят, чтобы, ну, одобрил этот институт, одобрил, то знаете, какое было условие? Пройти апробацию. Что такое апробация? Это группа детей дошкольного возраста, родители которых согласились, извините, на эксперимент над их детьми. И под наблюдением врачей в этом институте проходит ежедневное наблюдение, как принимают дети этот продукт, и что на уровне крови, на уровне общего состояния, что происходит с этими детьми. Вот скажите, пожалуйста, насколько производитель должен быть уверен в качестве продукта, чтобы на это согласиться? И когда Оля сказала, мы пройдем эту апробацию, он сказал, вы не первая компания, которая хотели с нами сотрудничать, но вы единственные, кто согласились на апробацию. И мы на нее согласились, мы ее прошли, мы получили сертификацию ПАГа Украины. Это аргумент, как вы считаете? Не побояться, даже не на взрослых, не побояться пройти апробацию на дети. Вот вам аргумент. И это обязательно нужно говорить. Вот вам сертификация. Не просто купленная, ну не купленная, а пройденная сертификация по документам. Вот это у меня такое-то будет, вот я это буду продавать. Не просто такая сертификация, а совершенно на уровне клиники и на уровне научного исследования, а потом еще апробация на человека. Вот вам то, что у нас есть в Wellness Каталоге. Об этом нужно говорить. Ну, мы немножко уже говорили о сегодня витаминах и о мифах, да, просто я не называла это мифами, но короткий итог в форме развенчивания мифа. Человек сегодня может думать, что он кушает полноценно, он покупает хорошие продукты питания, ему в принципе достаточно того, что он получает. Ребята, абсолютное заблуждение. Мы, я думаю, подробно это сегодня обсудили. И, ну как бы, говорить больше не о чем. Все, это миф, забыли. Все поменялось. Земля, методы выращивания, методы транспортировки, транспортировки, все-все-все полностью изменилось. Экология, поэтому раньше было, может быть, и ненужно, лет 80-100 назад хватало в продуктах, сегодня по определению не хватает. Клетки полуголодные. Если бы это было иначе, у нас не было бы такой сегодня ранней смертности от инсультов, инфарктов, диабетов. Поймите, если бы это было не так. Но у нас такое количество заболеваний, такая ранняя смертность, только потому, что у нас вот такие продукты питания. Ну не только, конечно, но на 70%, у нас был слайд, на 70%. Это именно продукты питания. То есть полуголодное существование наших клеток. Вот и все. Что такое человек заболел? Это значит, у него на уровне клетки пошел сбой. Все, а клетка чего сбой? Почему заболела? Голодная. Голодная в смысле на микроэлементы. Вот смотрите, 2010 год, уже региональный конгресс диетологов-нутрициологов. То есть Россия идет впереди нас в этом направлении. У них есть научно-исследовательский институт при Российской Академии Медицинских Наук. Этот институт входит в топ-5 мировых научных институтов, где проходят исследования по питанию. В том числе у них есть клиника, где люди с огромным весом снижают его под наблюдением врачей. То есть это есть в России, это есть, это известный институт. 2010 год уже был конгресс. И вы видите, да, что на тему витаминов, тоже витаминно-минеральных этих комплексов, были темы, которые ученые рассматривали. Вот смотрите, и специалисты, какие выводы были сделаны. Доказательная медицина. Речь идет о доказательной медицине, а не о том, что кто-то когда-то, энное количество лет назад, услышал, когда учился на свою медицинскую специализацию. Поэтому, что было у бабушки и дедушки, это было одно, один мир. Что у нас с вами, это второй. А что у нас будет у детей наших и внуков, это уже совершенно третий мир. Понимаете? И нужно к нему быть готовым. Ну и в мозгу, и соответственно принимать ВАДы. Обязательно принимать ВАДы. Поэтому в первом ролике, с которого мы начали, нутрициологи говорили о том, что это совершенно другие витамины. Это именно компонент еды, чтобы клеточка не голодала. То, что она в последнее время делает постоянно. Как очень просто и легко и быстро объяснить человеку, что ему нужны добавки? Задайте ему всего лишь 4 простые вопроса. Съедаешь ли ты 500-ти килограмм овощей, фруктов, салата, зелени каждый день? На минутку тысячу. То есть тысяча килограмм. Вообще съедаем мы овощей, фруктов, зелени каждый день. Съедаешь одну или больше порции с низким содержанием полезных питательных веществ. Сладкая, жирная, жареная, алкоголь. Находишься на солнце до 20 минут ежедневно. Кушаешь жирную рыбу 2-3 раза в неделю. На этом пункте хочу сразу чуть-чуть задержаться, что жирную рыбу имеется в виду не перемороженную тушку из супермаркета, а скулу, подчеркиваю, или океаническую, холодных вод. То есть это должны быть холодные воды и самое главное из экологически чистого места. Занавес. Понимаем, да? Что даже если мы кушаем рыбку, то такую, которая нужна для здоровья, мы кушаем с вами наврядно. Вот когда вы себе отвечаете на эти 4 вопроса или же задаете их человеку, с которым общаетесь, и когда человек говорит нет, а он не может не сказать, да, то есть это просто невозможно, то всё. Если один есть, нет, значит в этом случае обязательно у тебя необходимость искать для себя качественную добавку. Это просто современный момент. Никуда от этого не деться, мы к этому пришли. И вот посмотрите, на уровне клеток, я всё время это говорю, да, клетки, клетки, клетки. Вопрос не в куске мяса и не в яблоке, которое мы съели, а вопрос в количестве питательных веществ, а не на кислотах, которые получила наша клеточка, для того, чтобы быть здоровой. И вы видите, что происходит при сбалансированном питании на уровне клетки, что происходит при несбалансированном питании клетки. У меня есть такой девиз, знаете, я всегда его повторяю, покушай вкусненько, а теперь покорми полезным клетки. Да, то есть покушай там что-то своё, а теперь достань волоспек и, пожалуйста, покорми клетки. И, конечно, мы сегодня как бы, меня попросили сказать о витаминно-минеральном комплексе, о баночке, но я в своём разговоре всегда говорю о том, что комплексный подход, он всегда самый результативный, и он всегда самый-самый будет правильный. И здорово, что наш витаминно-минеральный комплекс входит в состав Веллнеспека. Веллнеспек – это как бы сборная такая, да, где есть ещё астантина и есть омега-3. Это совершенно другие темы для разговора, мы на них не останавливаемся. Почему Веллнеспек полезен для меня? Именно комплекс, вы видите, да, что здесь задействовано очень много областей, почему это вам полезно. Но помним о том, что больше 70% ранней смертности – это сердечно-сосудистые заболевания. И мы видим с вами, что сердце и именная система, значит, обмен веществ налаживается, если мы принимаем Веллнеспек. И это очень важный момент, на котором я хотела бы остановиться. То есть для профилактики вот эта ступичная доза просто необходима. Понятно, что под конкретные потребности человека, в конкретном каждом отдельно взятом случае, от чего-то может увеличиваться доза какого-то дополнительного компонента. Мы, например, в моей семье все принимаем дополнительную амегу, все принимаем дополнительную астантизию. Ну, к тому Веллнеспеку, который есть. Если пришла эпидемия, то мы просто сразу несколько Веллнеспеков добавляем, ну, не считая еще и амегу с астаксантином. Помним о том, что каждый, каждый, каждый сутки у нас рождаются новые клеточки, и с дефектами они будут полноценными. Зависит только от того, дали мы питательные элементы или не дали. И огромное количество вообще результатов, не только в моей команде, а вообще, наверное, уже тысяч, сотен тысяч пользователей Веллнеспек, которые говорят о том, что, имея даже, даже имея проблемы со здоровьем одного или другого характера, когда ты начинаешь комплексно, именно результаты мои отзывы, это на основе Веллнеспека, когда ты начинаешь комплексно подходить к вопросу, когда ты начинаешь кормить качественно свои клетки, даже на уровне физического здоровья твои показатели улучшаются. Вот история Александра, который физически активно работал, и только получив назначение, что ему нужно полечиться, чем полечиться, и почитала Нататю, как это побочными эффектами, что это вылезло, он принял свое собственное решение и решил все-таки сначала пропить Веллнеспек, прежде чем иметь необходимость такую инвестировать, вернее, это уже не инвестить, а тратить на лекарства. Инвестируем мы только в здоровье, вот в Веллнеспек мы инвестируем, а на лекарства это расходы, это мы уже тратим свои деньги. И он поменял, получается, да, то есть он решил все-таки услышать меня и начать с Веллнеспека, то есть, ну, чтобы накормить клетки, начал изнутри лития и решил свою проблему с суставами. Хочу вам сказать, что суставы на сегодняшний день становятся проблемой уже подростков. Если этого, конечно, в вашем окружении еще нет, слава Богу, но это моложе, 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 это становится на уровне подростков. Именно суставы хрустящие, болящие и так далее, и так далее. Отзыв нашего директора Вали Гаяц тоже о том, как ребенок пропил Веллнеспек на регулярной основе больше 5 лет. Это как, вспомните, вопрос о том, что о какой сезонности может идти речь, если мы круглогодично не доедаем витамины, минералы. То есть, если у нас витаминный дефицит витаминов, зимой до 80%, то на минералы у нас вообще просто голод круглогодичный. Понимаем? А это официальная статистика. Летом люди, население Украины, не доедает до 40% витаминов, а зимой до 80%. Это последняя статистика, мы взбрали все на сайте ВИСТО. Открываем, читаем и изучаем. Еще и сегодня все открыто, ничего от нас не скрывают. Надо только открыть глазки, ум и начать читать просто. Вот и все. И анализировать, цепочки устанавливать, причинно-следственные какие-то. То есть, вы видите, да, как у ребенка улучшилась память и улучшилось время. Вот такой замечательный опыт нашего консультанта Инны Копач. То есть, тоже, ну, это не значит, что больные люди начинают принять наши вообще продукты. Ни в коем случае. Наши люди, которые считают себя здоровыми, потому что у них ничего не болит, понимаете? То есть, это для здоровых, которые хотят им сцепляться. Если есть какая-то проблема у тебя в здоровье, то это уже, ну, просто необходимость, понимаете? Потому что, ну, вот сами результаты вы прекрасно видите. То есть, насколько становится иммунитет крепче. Но самое главное, что ведь ты, ну, перестаешь вешеные деньги носить в аптеку, понимаете? То есть, даже когда сезонно ты все равно заболеваешь, это гораздо легче. И это без букета, без набора всех лекарств, которые только возможно было закупить в аптеке и скушать, нанеся в том числе и вред при этом своему организму. Тоже, вы видите, да, что здесь отзыв идет только на Омегу. То есть, улучшило, получается, состояние кожи. 15 лет мама еще, волнусь так, не решалась брать. А именно Олег начала принимать вопросы с кожей. Хотя до этого говорила о том, что до этого просто не сложно было. Ну, что они делали, и до 15 лет ничего не помогало. Наш wellness-консультант, менеджер Наталья Минакова, доктор, человек с медицинским образованием, которая тоже очень кардинально улучшила состояние своего здоровья благодаря wellness-пеку. То есть, это все реальные люди. Всех можно найти в интернете, все в открытую, со всеми можно общаться. У всех можно взять отзыв, да, у всех можно взять какое-то подтверждение тому, о чем мы с вами говорим. И таких людей на самом деле много. Таких людей есть в ваших командах. Такие люди – это ваши спонсоры, ваши директора. И поэтому, дорогие мои, если вы сейчас вот только на первом этапе знакомства с продукцией, набора аргументов, ознакомления с отзывами людей, которые принимают продукт, которые вы хотите-хотите услышать, да, больше, потому что очень часто мы принимаем, ну, как бы решение, да, взять эту продукцию, услышав кого-то. А почему услышав? Услышав просто историю, похожую на мою. Это, знаете, как… И я вас призываю, если у вас уже есть эти истории, ваши личные wellness истории, активно делитесь, рассказывайте. Вы никогда не знаете, на что сработает эта история. Вот у меня было… заканчивая уже свое выступление последней темой истории жизни моей семьи, как всегда, у меня была такая очень интересная история. у меня, у мамы, как-то вот у всей нашей женской половины семьи, была такая вот, ну, слабое место, ну, как-то так вот сложил, слабое место – это слабость. Блин, какие-то штуки. И вспомнил, даже я в свое время, когда проходила массаж, мне специалист говорит, Нина, обратите внимание на свои колени, то есть обращайте внимание, ну, какая-то вот у нас такая видна генетическая предисположенность, не знаю, что там связано. Насколько я помню, приезжаю на дачу, мама в этих платках, лопухах, такими-то мазями трет и храмывает вечно вот с этими коленками, с этими суставами. И тетя у меня напротив живет, то же самое, вот просто две родные сестры, и мне массажист, которая говорит, Нина, у вас коленки, надо очень внимательно за этим наблюдать. И вот мы общаемся друг с другом, еще это только мы начинали, велнес, знакомиться тоже с ним, начинали продвигать, силы свои начали кормить. И Лариса Брянская, наш директор, она говорит, вы знаете, у меня просто, вот больно, у нее суставы перестали болеть. И такая, опаньки, у меня мама же пьет этот велнес-пэк, а что она мне еще не говорит, а что у нее суставы? И я прихожу домой, и такая, знаете, к маме, мама, у меня к тебе вопрос, а мама такая, она меня смотрит, знаете, как вот бывает такой взгляд, как бы, ну тебя поймали на чем-то, да, дети обычно так, поймал ребенка на чем-то там, и он так на тебя смотрит, из-под лоба, да, немножко испугана, что ты хочешь от меня? Я такая, мама, у меня вопрос. Она такая, что случилось? Я говорю, а что у нас с суставами? А коленки у нас как реагируют? Она такая, она такая, так как-то плечи подняла, говорит, Нина, а я даже боюсь слух об этом сказать. Я говорю, мам, что? Она говорит, вчера, говорит, поднималась, ну, брат новую квартиру купил, говорит, я вчера поднялась на четвертый этаж, даже ни разу не остановилась, и не передыхала, и ноги у меня не болели. Я просто боюсь об этом говорить слух. Понимаете? Поэтому, когда мы, люди, рассказываем наши истории, кто-то может просто эту историю услышать для себя, и это будет аргументом. Поэтому, если вы уже принимаете wellness, рассказывайте, пишите об этом в интернете, пишите об этом своим друзьям, приходите в гости, найдите удобное место и делитесь этой информацией. Но начать любому из нас придется с себя. Я всегда учу моих людей. Если ты не принимаешь что-либо из этого продукта, ты не имеешь никакого морального права вещать людям про этот продукт. Отправь его ко мне, я буду с ним разговаривать. Это моя позиция. Ты не имеешь права этого делать. Потому что, ну как, если ты веришь, если ты понимаешь, что такое омега, как ты ее не покупил и не пьешь еще до сих пор? Как ты ее хочешь продавать, если ты не веришь в то, что это надо? Чем ты тогда отличаешься от того производителя с колбаской СК? 65 гривен за килограмм. Чем ты отличаешься от этого, если ты это не употребляешь? Я уверена, что на свой стол этот производитель СК, эту колбасу не покупает ни себе, ни ребенку, ни своей маме. Понимаете? Я просто в этом убеждена. Он нашим мамам это продает. Которые копеечки считают и стараются там чем-то семьи порадовать на Новый год. И они идут это, покупают. И, извините, кушают потом. Поэтому наша с вами задача быть все-таки современными осознанными людьми, понимать азбуку вот этого всего, кухню, открывать для себя эту велосипедную кухню и брать ответственность на себя. Ну, либо прислушиваться к людям, которые имеют образование под названием нутрициология. Вот это вот, мои дорогие, самое-самое важное.